Глядя на этих совсем еще юных спортсменов, сложно поверить, что они занимаются тэквондо уже по 8-9 лет. Первенство Карелии – важный момент в их карьере. Победители в каждой весовой категории будут выступать на уровне страны. Мы готовимся, чтобы поехать на Россию. Потому что я только-только стала кадеткой. И для меня я очень хочу стать чемпионом России в этом году. Даже в ней ринга бои. Ребята отрабатывают приемы, балуются и просто наслаждаются неиссякаемой силой и энергией молодости. Философия тэквондо – не только физическое развитие. Детей учат быть уравновешенными и мудрыми. Выигрываю и проигрываю, но на проигрыши я не расстраиваюсь. И когда проигрываю, я свои ошибки запоминаю и начинаю отрабатывать на тренировках. У меня вообще есть цель – стать чемпионом, попытаться стать чемпионом. Ну, вот как Владислав Нарин и Катков. Кумиры ребят тоже пришли сегодня на соревнования в качестве гостей. Затеряться в толпе не получилось. Их знают даже самые маленькие тэквондисты. Не очень частое событие в последнее время соревнования. Поэтому не можем пропустить. Надо пойти, посмотреть, сказать что-то. Слова на пустые. Поддержка старших и положительный пример крайне важны именно в этом возрасте, считают чемпионы. 13-14 лет – это, наверное, самый такой сложный возраст. То есть как раз появляются различного рода интересы, когда хочется погулять с друзьями. Появляются прочие соблазны, которые, скажем так, увлекают за собой. Во многом, благодаря победам Каткова и Ларина, этот вид единоборств в Карелии стремительно набирает популярность. Преподаватели в республике есть, отмечает президент федерации тэквондо Сергей Петров. Криенский состав у нас достаточно высокого уровня. То есть, во-первых, люди все с образованием. Во-вторых, уже они со стажем достаточно значительной работы. В федерации не хватает спортивных площадок, добавил он. Действительно, в городе есть кружки и секции, но они делят маты с самбистами, ушуистами и другими единоборцами. Принято решение главой республики о строительстве центра тэквондо. Выбрано место. Он появится в районе микрорайона Древлянка. Уже в этом году, летом, мы начнем разработку проекта и дальше строительство центра. И также мы создадим республиканскую школу тэквондо регионального уровня. А победителями первенства стали Бабаев, Борисичев, Королев, Чмутин, Артемов, Федоров и Ромашкин. Девушки Плаготоренко, Матвеева, Коротких и наша героиня Татьяна Бычкова. Илья Лопухин, Станислав Шведов, Служба новостей.